Бег в удивительных условиях. Вместо беговых дорожек штурмовать рыбничанам пришлось вот этот железнодорожный подъем. Соединяет он улицу Вальченко и Титова. А это более ста ступеней. Получается почти Потемкинская лестница. Ощущения бодрые очень. После вертикального забега сердечко подскакивало. Каждое воскресенье я бегаю. Но тем не менее участвовать в вертикальном забеге оказалось куда сложнее, чем просто по прямой. Я могу сказать о том, что это совсем другие ощущения и круто. Просто класс. Высота, азарк и вкус победы. В вертикальной гонке участвовали спортсмены-любители. Возраст от 11 до 60 лет. Покорить высоту решились и наши коллеги-журналисты. Корреспондентам нужно заниматься спортом регулярно. Потому что бывают такие пробежки, что тут без спортивной закалки не вынести. Я вот помню, были мы на металлургическом заводе, когда основная масса гостей поднялись на лифте, а корреспонденты бежали по лестнице. И мы должны были успеть. Абсолютным рекордсменом стал Андрей Печерский. Он покорил вертикальную дистанцию за минуту 55 секунд. Кстати, путь наверх пешком в среднем занимает 7 минут. Так как у нас восхождение идет вверх, нагрузка колоссальная идет на ноги. И сравнимо с трехчасовой пробежкой. Ощущения незабываемые. Когда бежишь, бывает такое, что не хватает сил, но потом открывается второе дыхание и ты начинаешь бежать быстрее. Вертикальный забег или скайранинг популярен во многих странах. В Рыбнице проводится второй год подряд. Необычный марафон приурочили ко Всемирному дню здоровья. Личный пример показали и чиновники. Трасса оказалась гораздо сложнее, чем в предыдущий раз. Большая пересеченная местность с элементами подъемов, прямой трассы. Не все на одном дыхании смогли пробежать. Элементы экстрима присутствовали. Призы победителям вручили полезные. Это путевка в водолечебницу и абонементы в бассейн. День здоровья все-таки.